Требуется разносчик пиццы, представляете? Желательно с опытом работы. Опыт работы, по-моему, везде нужен. Причем, вот смотри, куда ни ткни, везде опыт работы, опыт работы. А как его вообще получить, этот опыт работы, если тебя никуда не берут без опыта работы? Вот прямо сейчас будем вместе с вами разбираться. У нас в студии уже профорентолог Лариса Изюминка. Доброе утро! Человек, который может научить нас абсолютно всему, и в том числе, где опыт. Нам нужны лайфхаки. Как без опыта прийти и сделать вид, что все хорошо? Доброе утро! Доброе утро! Сейчас я вам все и расскажу. И записываем. На самом деле, вот в данный период времени возможностей очень-очень много. Вот если раньше было гораздо сложнее получить опыт и устроиться на работу без опыта, сейчас самое главное что? Вот давайте прямо начинаем. Желание! Желание, да. Шапка в профиле Инстаграма. Тоже вариант. Шапка в профиле Резюме. Очень важно. Но об этом мы как-нибудь поговорим в другой раз. Самое главное – расширять кругозор. То есть вот мы начинаем прямо со школьного периода. Прокачивать гибкие навыки. Для этого нужно понимать, что у тебя есть. Изучать мир современных профессий, потому что их появляется невероятное количество каждый день. Я просыпаюсь утром, и практически каждое утро есть новая профессия. И на выходе, то есть вы, когда заканчиваете колледж-либо вуз, у вас должно быть 3-5 профессий. Это, так скажем, основное. Сейчас обращаюсь к родителям. Вот как только ваш ребенок начинает проявлять к чему-то интерес, дайте возможность ему попробовать все. То есть вот расширяем кругозор. Почему-то существует такой стереотип у родителей. Вот если ребенок захотел заниматься, например, художественной гимнастикой, либо пойти в театральный кружок, что родители говорят? 10 лет от тарабань там. А ему, может, не понравилось через месяц. Да. Ну и что? Радуйтесь. Вообще радуйтесь и кайфуйте, что у вашего ребенка много интересов. Задача любого родителя в подростковом периоде, и не только в подростковом, до подросткового периода, дать детям возможность попробовать себя. Ну, с детьми все понятно. А что делать мне и Ксюше? Людям, которые уже в зрелом возрасте. У нас опыт работы только на телевидении. Ксения, ладно, еще в кинофильмах снималась, в блокбастерах американских. Ну, а если она хочет пойти электриком, и как без опыта? Рассказываю. Ну, во-первых, родственные профессии выбираем, да? Да. То есть телеведущий, электрик немножко разный. Хотя и здесь. Хотя и здесь. То есть дальше, когда вы достигаете возраста, мы сейчас дойдем и до вашего возраста. Да, семейного возраста. Хотя бы до моего, да. Когда вы заканчиваете школу, во-первых, участвуем даже в школе, уже в проектах. Большая перемена, пожалуйста, вам в помощь. Большая перемена, участвуйте в проектах. Дальше. Вся проектная деятельность входит в опыт работы. Фиксируйте все, везде все проекты, в которых вы участвовали, и потом отражайте это в своем резюме. Когда вы доходите до студенчества, там вариантов вообще невероятное количество. Стажировки. Стажировки. Вот прям сегодня. Давайте открываем. И стажировки, и волонтерство. Это все будет опыт работы. И это все опла... Ой, не оплачивается. Это, вернее, все входит в резюме. Например, вот давайте открываем только что пришло. Стажировка в Великобритании. Для тех, кто хочет попробовать в отделе маркетинга в Google. Требование. Только резюме, сопроводительное письмо. И дальше стажировка предусматривает стипендию. Либо открываем... Еще платят? Да. Либо открываем... Начнем издалека. То есть, пекинский, семен. Волонтерство. Волонтерство в Австрии. Требуются люди, которые будут проводить мероприятия по укреплению здоровья, профилактике инфекционных заболеваний. То есть, для разного уровня. Есть Google, это айтишники, да. Есть инфекционные заболевания, это медицина. Оплата. Проживание, питание и транспорт будут покрываться за счет проекта. Если вы студент, это прекрасная возможность. Да, это уникальная возможность. Ты потом вернешься, даже если на каникулы уехал туда стажироваться, вернулся сюда. Да, преподаватели будут по-другому тебя смотреть. А может, и не вернулся. Ну, об этом мы поговорим чуть позже, да. Пожалуйста, даже Гватемала есть. Есть Венгрия. Масса возможностей. Плюс, пожалуйста, Россия, страна возможностей. Есть такой сайт. Всем рекомендую туда зайти и посмотреть. Там вся проектная деятельность, которая войдет в вашу стажировку. Все. Ваш резюме будет идеальным. А вот они там пишут в объявлении, что нужно резюме все равно отправить. А есть ли разница на самом деле сейчас, как оно составлено? Его вообще читают или нет? Читают. Читают. И тут, ну давайте, раз уж такой вопрос есть, расскажу первую тонкость, которая в резюме. То есть вы выбрали какую-то вакансию, куда вы хотите пойти работать. Посмотрите ключевые навыки, какие там есть. Проведите ревизию своих навыков. В резюме обязательно должны присутствовать ключевые навыки, которые есть в вакансии и которые будут в вашем резюме. Очень многие работодатели сейчас установлены программы, где происходит совпадение навыков. Если это совпадение навыков не произошло технически, вас даже могут ваше резюме не открыть. Ну это же так банально, потому что каждый пишет, я целеустремленный, я коммуникабельный. Другие какие-то конкретные, видимо, подходящие профессии. Да, вот они гибкие навыки, которые у вас есть. То есть нестандартное мышление, коммуникация, управление информацией, посмотрите, что там есть. И начинайте себя всегда продавать с ваших гибких навыков. Вот в резюме обязательно должна быть шапка, не только в Инстаграм. Да, и оно не должно быть стандартным резюме, которое предлагают у нас сайты по трудоустройству. Сделайте свое резюме. А вот если рассматривать эту ситуацию с другой стороны, со стороны работодателя, почему работодатели не хотят брать людей без опыта? Ведь с одной стороны, ну понятно, что человека нужно обучить, но это же и хорошо. Ты можешь его полностью воспитать, конечно, не переучивать, под себя не тратить лишнее время и заточить, и сделать специалиста, который именно тебе пригодится. И, возможно, даже самого ответственного человека в этой профессии. Почему они так против? Почему вот именно, как обычно пишут, знаете, этот анекдот, что нужно, чтобы было 18 лет, но при этом еще 20-летний опыт? Смотрите, это идет, опять же, из прошлого. Будучи сама когда-то работодателем, да, ко мне приходили студенты, которые, извините, даже не знали, как... Компьютер включается. Компьютер включается. Как пользоваться степлером либо дыроколом. Когда я говорила, положили документ в папку, люди не знали, с какой стороны подойти к папке. Реально такое было, сделать ксерокопию. Сейчас гораздо меньше, сейчас очень много и работодателей в том числе стало продвинутых. То есть, которые за молодежь, потому что у молодежи, опять же, больше прокачанных навыков, чем у возрастных. И видение другое, наверное. Да, видение другое. Они могут за короткое время работы сделать больше, чем раньше, как считалось. Чем больше работаешь, тем больше заработаешь. Ненормированный рабочий день, 24 на 7. Ну, как говорит Стив Джобс, я лучше отдам ленивому, потому что ему настолько лень, чтобы он только быстрее отвязался от этой работы и выполнил. Да, сегодня очень много... Цитируем Стива Джобса, да. И что говорил Стив Джобс сегодня? Ксения говорила об этом. Что нужно проживать свою жизнь и кайфовать. Проживать свою жизнь, кайфовать. Во-первых, вот самое первое, с чего начните, начните проживать свою жизнь. Записывайте три совета. Да, давайте. Не жизнь родителей. То есть, вы должны знать себя. Проживайте свою жизнь не окружающих. Не надо, чтобы на вас давило окружение, что не иди работать телеведущим, ты там мало заработаешь. Используй все возможности. Так, второй совет. Второй совет. Расширяй кругозор. То есть, используй все возможности. Везде попробуй себя. И электриком, и телеведущим, и карьерным консультантом. И третий совет. Изучай мир востребованных профессий. Чтобы у тебя на выходе было 3-5 профессий. Можно я четвертый дам? Да. Внимательно все, что ты записал, выполняй. И всегда смотри Ларису, когда она приходит с полезными своими лайфхаками. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях сегодня была прекрасная... Профорентолог. Да, профорентолог. Такая специализация очень классная. Лариса Изюминка, спасибо вам большое за то, что приходите и делаете нас чуточку мудрее. Мудрее...